Вначале о ситуации с захватом россиян в Судане. Авиакомпания ЮТЕР официально подтвердила, что взятые в заложники пилоты, ее сотрудники, в восточно-африканской стране, они оказались в составе миротворческой миссии ООН и Афросоюза. По уточненным данным, летчики пропали в минувший четверг в провинции Центральный Дарфур. Местные пресси описали, что захватчики уже выходили на связь и якобы потребовали выкуп. Сообщалось даже, что суданские власти рекомендовали организации, на которую работали россияне, ни в коем случае не идти на поводу у бандитов. Однако эти сведения опровергли и в нашем диппредставительстве в Хартуме, и в компании ЮТЕР. Микроавтобус был заблокирован сутью автомобилями. Под угрозой оружия пассажиры были вынуждены покинуть автобус и были увезены в неизвестном направлении. В настоящее время авиакомпания ЮТЕР совместно с представителями миссии ООН в Судане и дипломатическими организациями продолжает поиски попавших сотрудников, прилагая для этого все возможные усилия. До настоящего момента требований от захватчиков не поступало. Добавлю, в миротворческой миссии, под эгидой которой работали сотрудники ЮТЕРа, заявили, что совместно с правительством Судана добиваются освобождения наших сограждан. Тем временем в России по факту похищения пилотов начал проверку Следственный комитет. Теперь к событиям на Украине. В Донецке в эти минуты опять слышны разрывы. По сообщениям горожан, после обстрелов свыхнули несколько сильных пожаров в центральных районах. В штабе ополчения заявили, что один из снарядов украинской армии снова обесточил шахту имени Засяська. Сейчас из-под земли пытаются эвакуировать горняков. По предварительным данным, там 140 человек. Сегодня же командование армии Новороссии уточнило число жертв по итогам последних обстрелов. Восемь мирных жителей погибли, два десятка ранены. В понедельник силовики нанесли удары по станции переливания крови, автобусного парка, коммунальных предприятий и жилым кварталам столицы ДНР. Причем боеприпасы, которые ополченцы находят, в том числе и в черте Донецка, похожи на те, которые используются вооруженными силами стран НАТО. Несколько таких снарядов сегодня привезли из Горловки. Их продемонстрировали журналистам. Снаряда калибра 155 миллиметров. Используется артиллерийским системами стран НАТО. Данные системы не стоят на вооружении на украинской армии. Это специальный снаряд 155-го калибра и самоходной артиллерийской установки М109А1. Американского производства. На этом снаряде установлен донный детонатор. При его попадании в стену здания, сооружении, он застревает в ней и ломает стену. При падании вовнутрь взрывная волна и осколки уничтоживания все живое. Второй экспонат. Это неуправляемые артиллерийские системы калибра 75 миллиметров. Данный образец также используется артиллерийским системами стран НАТО и не стоит на вооружении украинской армии. Это снаряд от залповых систем, которые устанавливаются на переносные реактивные системы, в основном на автомобиле. Данная система очень широко применяется во многих конфликтах в Сирии, Ираке, и в Афганистане. И, как вы видите, начали использовать на территории ДНР. Словно не замечая всех этих фактов, союзники Киева на Западе утверждают, что оружие украинской армии не поставляют, но все чаще задумываются об этом. Клим Санаткин о том, какова обстановка на передовой и кто за пределами Украины готов делать все для фронта. Снова обстрелы, пробитые крыши, разрушены квартиры и поврежденные подъезды. Услышав выстрелы, жители Енакиева бегут прятаться в бомбоубежище. Кто-то прямо под звуки канонады собирает вещи и уезжает из города. Куда точно, даже не знают. Теперь куда решили? Не знаем еще. Куда-нибудь подальше от этого дурдома. Порошенку привет, чтобы ты сдох. И чтобы твоих детей точно так же было, как мы вот это сидим. Как можно жить дальше? Он хочет вообще от нас. И где мне жить теперь? Подвалы самое безопасное место. Сидеть здесь порой приходится сутками. Ненадолго поднимаемся в квартиру, сейчас пойдем. Украинская армия продолжает выполнять преступные приказы Киева. После объявления Петром Порошенко всеобщей мобилизации в бой идут одни новобранцы. Победа любой ценой, только цена слишком высока. Под обстрелами продолжает гибнуть мирное население. Ополченцы вынуждены отвечать и отодвигать линию фронта от жилых кварталов. С огромными потерями киевские власти не считаются. И в основном это молодые, необученные украинские солдаты. За сегодня только раненых в это маленькое отделение привезли 70 человек раненых. Это только за часов шесть. Все понимают, что происходит на Украине. Может там кибором и просто мясо. Это самая грубейшая ошибка, когда два разных подразделения без средств связи, не зная личного состава, вышли в бой. На этом фоне, опасаясь вызвать панику, киевские власти стараются замалчивать происходящее под Дебальцево, где группировка киевских силовиков практически попала в окружение. Информацию о положении дел прямо в социальных сетях сообщают сами участники боев с украинской стороны. Это фрагмент разговора с представителем батальона спецназа МВД Украины с Витязь Александром Фацевичем. Все чаще действия киевских властей заставляют иностранных журналистов обращать внимание на истинное положение дел на юго-востоке Украины. Репортер британского телеканала своими глазами наблюдала, что происходит вокруг так называемого дебальцевского котла. Увиденная картина отличалась от той, которую показывал официальный Киев. Украинские позиции примерно в 700 метрах отсюда. Ополченцы говорят, что контролируют территорию к западу, югу и востоку отсюда. И сейчас они прорываются на север, чтобы отрезать позиции украинской армии в Дебальцево. Между тем, в ближайшее время журналистам будет еще сложнее выполнять свою работу. СБУ Украины накануне объявило, что усиливает контроль за деятельностью сотрудников СМИ, которые, по мнению Киева, цитата, «введут информационную войну». Впрочем, критерии этой войны и меры наказания за нее пока неизвестны. Украинская тема остается одной из главных новостей и в европейской прессе. Немецкое издание «Шпигель» опубликовало статью, в которой говорится, что планы США о поставках оружия на Украину, цитата, «угрожают единству Европы». Если США захотят поставлять оружие на Украину, это ознаменовало бы резкое изменение курса в нынешней политике Запада, что вступило бы в противоречие с позицией правительства ФРГ. В Берлине убеждены, что конфликт на Украине нельзя решить военным путем, на что еще раз указала канцлер Ангела Меркель в ходе визита в Венгрию. Если Обама действительно реализует эти планы, кризис на Украине грозит достигнуть нового уровня эскалации. А некоторые эксперты и вовсе считают, что в случае поставок американского оружия на Украину, Запад может быть втянут в войну. Я считаю, что это ошибка. До сих пор США таких поставок избегали. Вашингтон, как и правительство ФРГ, опасался, что это приведет к гонке вооружений и напрямую втянет нас в конфронтацию с Москвой. Мы можем оказаться в роли прямого или косвенного участника войны, что чрезвычайно опасно. Эта тема активно обсуждалась накануне и в Госдепартаменте США. Пресс-секретарь Джеймсаки высказалась, что решение о поставках оружия на Украину пока не принято. Вы бы согласились с основным тезисом о том, что если русские, как вы неоднократно утверждали, вооружают одну сторону, а вы собираетесь вооружать другую, значит вы ввязались в опосредованную войну. Я бы не согласилась с этим, но мы давно говорим, что считаем политическое решение и дипломатический подход правильным подходом и продолжаем его продвигать. Впрочем, пока оружие на улицах Киева достаточно и без американской помощи. По словам начальника киевской милиции Александра Терещука, сотни единиц практически беспрепятственно и незаконно попадают в город из зоны АТО. К украинской столице объявили, что город теперь будут охранять снайперы. Усилят проверку на улицах, в метро и на дорогах, в том числе на блокпостах, которые уже действуют у въезда в Киев. Резкий рост уровня преступности официальные власти уже не скрывают. Из-за нового витка насилия, который Киев спровоцировал намерением во что бы то ни стало отбить Донецкий аэропорт, из регионов Юго-Востока опять возрос поток беженцев впервые с декабря. По данным Российской миграционной службы, на сегодняшний день в нашей стране находится почти 2,5 миллиона украинцев. При этом каждый пятый в ближайшее время на родину возвращаться не планирует. Как сообщили в ФМС, число тех, кто обратился за убежищем или разрешением на временное проживание, всего за несколько дней увеличилось почти на 50 тысяч человек. Добавлю более миллиона беженцев, мужчины призывного возраста, и в этой категории тоже фиксируют значительный прирост. Специалисты связывают это с новой волной мобилизации, объявленной по указу Порошенко. Многие украинцы не готовы участвовать в силовой операции. В Подмосковье ищут преступников, которые совершили разбойное нападение на семью предпринимателя в Нахабине. Шестеро злоумышленников в масках появились, когда мужчины с женой подходили к своему дому. Супругов связали и стали вымогать деньги. Получив полтора миллиона рублей, двое из нападавших отправились в гостевой дом в поисках дополнительной наживы. Там спали дочь предпринимателя, ее муж и пятилетний ребенок. Сначала преступники избили женщину, она потеряла сознание. На ее защиту бросился муж. Он был серьезно ранен, но сумел дать отпор. В ходе борьбы мужчина оказал активное сопротивление и выхватил из их рук нож и нанес им оборонграбителям несколько ударов. От полученных ранений злоумышленники скачались на месте. Зель предпринимателя доставлен в больницу в реанимационное отделение с несколькими колодопроникающими ранениями. Остальные злоумышленники скрылись, ведется розыск. В этой истории сейчас разберутся следователи. Им предстоит выяснить все обстоятельства разбойного нападения и вынужденной самообороны. О ситуации на валютном рынке. Рубль серьезно укрепляется и по отношению к доллару, и по отношению к евро. На торгах на московской бирже американская валюта потеряла 1 рубль 89 копеек. Средневзвешенный курс доллара, на основе которого Центробанк устанавливает официальный на завтра 67,77. Также почти на 2 рубля, судя по состоянию на 11,30, подешевел евро. Все это происходит на фоне дорожающей нефти, положительная динамика и на рынке акций. Сразу в 17 регионах России свирепствует грипп в разных городах. От Санкт-Петербурга до Владивостока. Такие данные приводит Роспотребнадзор. На карантин, как минимум на неделю, закрыты свыше 220 школ и более 50 детских садов по всей стране. Наиболее трудная ситуация в Сибири и на Урале. Кое-где эпидемиологический порог превышен в полтора, а то и в два раза. Первое это введение масочного режима, то есть это защита органов дыхания. Независимо от того, привит ты, не привит, все равно мы всем рекомендуем ношение масок. Кроме того, мы рекомендуем уменьшить мероприятия, особенно для детей, в закрытых помещениях. То есть на улице, пожалуйста, можно без ограничения проводить. А вот в закрытых помещениях это уже опасность распространения инфекции гораздо выше. В поликлиниках рассматривается вопрос о необходимости дополнительного рабочего времени. Тоже усиливается дезинфекционный режим. Специалисты отмечают, что даже после выздоровления велика вероятность заболеть вновь, так как в этом году распространяются сразу несколько разновидностей вируса, в том числе АН1, который несколько лет назад вызвал пандемию. Скорая помощь для спортсменов. Именно так можно назвать уникальное оборудование, которое сейчас используют в диагностическом центре Красноярска. Новейшие технологии, аналогов аппарата в России больше нет. Помогают, например, олимпийцам и тем, кто примет участие в универсиаде, быстро восстановиться после нагрузок и травм. Ну а кроме того, больше узнать о собственных возможностях. Репортаж Дмитрия Толмачева. На первый взгляд тренажерный зал, но провода, мониторы, датчики и люди в белых халатах. Все говорит о том, что находимся мы в медицинской лаборатории. Спарат будет поднимать, поворачивать в разные положения, под разными углами. Твоя задача будет удерживать тело в ровном положении. Это чем-то похоже на подготовку космонавтов. Спортсмен к олимпийской сборной по скалолазанию Анна Цыганова такой тест проходит впервые. По лицу видно, какое при этом напряжение испытывает девушка. Держим, 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 держим. Держим, работают мышцы, хорошо. Тесты позволяют нам определить, какие мышцы сильнее, какие мышцы слабее, какой диапазон движения вообще может совершить человек. Пройти это испытание нелегко даже спортсмену, что говорить о неподготовленном человеке. Для тех, кто не выдерживает нагрузки, предусмотрена аварийная кнопка остановки. Ты чувствуешь прямо каждую мышцу, и все прорабатывается. Я думаю, это... Сложно было удерживать? Ну, довольно сложно. Но можно. Этот аппарат сейчас единственный в России. В Красноярском диагностическом центре он появился в рамках подготовки к зимней универсиаде, которая пройдет в центре Сибири в 2019 году. Вот этот, например, портактивный замораживатель обрабатывает участки тела спортсмена, которые были повреждены. Причем точно с помощью датчиков находит их по температуре, когда визуально место травмы еще сложно определить. С помощью СО2 производится охлаждение. Направленная струя, и вот температура кожного участка начала падать. Холодно уже. Вот он достигает 0 градусов. Соответственно, аппарат отключается, и такой короткий сеанс криотерапии дает очень хорошие нервные импульсы и усиление микроциркуляции именно в участке воспаления. Соответственно, стимулирует процесс регенерации и восстановления. То есть был уши, простяжение, это все быстрее... Быстрее заживет, и, соответственно, вы, как профессиональный спортсмен, быстрее приступите к своим профессиональным нагрузкам. Сам диагностический центр, основные пациенты которого спортсмены олимпийской сборной, работает в Красноярске уже больше двух лет. Здесь проходили восстановление участники универсиады в Казани и сочинских олимпийских игр. Мы находимся в больнице, поэтому в первую очередь это реабилитация, конечно же. Но помимо реабилитации мы можем помочь в постановке биомеханики движения, для того, чтобы мышцы работали именно в том правильном направлении, в котором они заложены, должны работать. Тренажеры, похожие на этот, можно увидеть и в обычном спортзале, но здесь задействованы именно те мышцы, которые нуждаются в нагрузке. Например, ноги работают, а спина совершенно расслаблена. Усилия нужно прилагать именно те, что заданы программой, а результат тренировки тут же перед глазами на мониторе. Работа по подготовке к универсиаде 2019 года в Красноярске, можно сказать, еще только началась. В планах строительство и модернизация нескольких спортивных объектов. А уникальное медицинское оборудование разместят в специальном комплексе. К универсиаде здесь будет создан крупнейший за Уралом центр реабилитации и восстановления не только для спортсменов, но и жителей сибирского региона. Дмитрий Толмачев, Сергей Буркеев, Александр Ткаченко. Первый канал. Красноярск. В Центральной России объявлен оранжевый предпоследний уровень опасности в связи с ухудшением погоды. Гидрометцентр предупреждает о том, что в ряде регионов, в том числе в столичном, а также в Владимирской и Тверской областях, ожидаются метель со штормовым ветром. Последствия непогоды все еще устраняют в Татарстане. Шквалистый ветер, снегопад, местами переходящий в ледяной дождь. Результат – многочисленные обрывы проводов электропередачи. Свыше 30 тысяч человек в 17 районах остались без света. Восстановить подачу электроэнергии к утру смогли в 13 из них. А вот на юге России, наоборот, аномальное тепло. В Краснодарском крае зафиксированы рекордные для этого времени года 20 градусов. В Сочи даже зацвели мимозы и подснежники. Ранняя весна в регион пришла вместе с воздушными потоками из Африки и Средиземноморья. Жизнь в бельгийском городе-призраке – для кого-то фантастика. А для тех, кто там родился – повседневная реальность. Населенный пункт, основанный 6 столетий назад, вот-вот исчезнет с карты страны, чтобы уступить место складам. С таким решением согласились не все, а те, кто решил остаться. Репортаж Дмитрия Сошина. Городок Дуэль возник в 13 веке, рядом с устьями реки Шельда. Столетиями, пять за пятью, люди отвоевывали землю у Северного моря. Теперь они ее снова теряют. На этот раз Дуэлю угрожает не вода и даже не построенная в 70-х атомная электростанция. Торговый порт Антверпена вот-вот поглотит один из старейших бельгийских городов. В один прекрасный день пришло письмо, и в нем сказано, город необходимо покинуть, продавать и свои дома. А потом стали приходить чиновники и люди из порта. Город с многовековой историей решили снести, а на его месте построить новые доки и склады. В последнее время Дуэль опустел. Из 15 тысяч жителей осталось всего пятеро. Эмилиан Дризен уже проводила своих дочерей и внуков, но сама уезжать отказалась. Незваных гостей она отпугивает футбольным гудком. И игрушечным револьвером. Из соседей лишь коты в доме напротив. Кроме родни, раз в неделю заходит священник. Пока в городе люди, храм и кладбище трогать не решаются. Какие-то 10 лет там назад про Дуэль говорили. А, это город 26 кафе. Из кафе, из пивных выносили на улице столики. Люди веселились, обсуждали последние новости, танцевали иногда. А сейчас это город заколоченных окон. Это город бездомных, которые иногда селятся в пустые дома. Это город граффити, который здесь на каждом углу. Говорят, что на стенах Дуэля расписались самые известные граффитисты Европы. Поначалу настенная живопись немногочисленных жителей раздражала. Но со временем в музей под открытым небом потянулись туристы из Франции и Голландии. У обреченного города появился шанс на выживание. На его защиту встали влиятельные культурные силы. Даже если люди сюда не вернутся, Дуэль не стоит трогать. Это памятник городскому хаосу, изнанк европейского города. У нас в Бельгии так много аккуратных и скучных мест. Но люди мечтают жить не в музее, а в нормальном городе. Как и раньше, ходить на работу, кататься на лодках, сидеть в любимых кафе. Одно из них, возле старой мельницы, до сих пор работает. Правда, все население Дуэля теперь умещается за двумя столиками. Нет, мы не сдаемся. Нам когда-то сказали, что здесь построят новый док. И что это решенный вопрос. А теперь работы остановились. Может, они передумали? Администрация порта не объясняет, почему на стройплощадке тишина. Может, действительно передумали? Или нашли способ расширить порт в обход города? Как бы то ни было, кое-кто из горожан решил вернуться. Пока власти думают, можно еще хотя бы пару месяцев насладиться жизнью в родных стенах. Дмитрий Сошин, Павел Лихолетов, Юлия Заграничного. Первый канал. Дуэль. Бельгия. На этом все. Удачного дня. До встречи на Первом канале. Субтитры создавал DimaTorzok